И вновь турслет, и вновь команды выстраиваются на построение. На этот раз туристический слет проходит в лес деревни Коблуково. Здесь собрались более 350 участников, команды школьников с 5 по 8 классов городского округа Щелково, а также гости из соседних звездного городка и поселка Свердловский. Молниеносно пробежал очередной учебный год. Вы в течение года, многие из вас, занимались системой дополнительного образования по туризму. Многие показывали уже свои результаты, сегодня приехали показывать их вновь. И мне очень приятно видеть людей, которые здесь постоянно. Мне очень приятно видеть новые лица. И самое главное, каждый раз желать практически одно и то же. Ребята, здесь нет проигравших, здесь есть только победители. Среди участников, конечно, есть и новички, но опытных туристов тоже немало. И они всегда готовы дать совет товарищу. Илья, например, занимается туризмом уже два года в школе, где учится. Признается, это занятие не для слабых. Туризм вообще создан не для пугливых людей. Чтобы находиться, быть туристом, надо проявлять смелый характер. Как признаются сами участники слета, одно из самых сложных заданий – это в самом начале разбить лагерь. Свои коррективы вносит и погода, когда дожди сменяет солнце. Самый сложный вид слета – это туристский быт, организация туристского быта. Очень много нюансов, дети очень волнуются, чтобы справиться именно с этим. Но этих ребят не напугать ни погодой, ни сложными заданиями. Стоит отметить, организатор слета «Центр Романтик» подготовил для них весьма насыщенную программу. В течение нескольких дней команды будут проходить дистанции, самая длинная – порядка пяти километров. В программе веревочный курс, ориентирование и задание на определение растений на маршруте, где явно пригодятся знания в области ботаники. Команда, которая покажет наилучший результат, получит главный трофей. Но одно точно – этот слет подарит море ярких впечатлений всем его участникам. Впрочем, как и всегда. Анна Балиет, Валерий Жеглей, телерадиокомпания «Щелково». Анна Балиет, Валерий Жеглей, телерадиокомпания «Щелково».